Привет, мои дорогенькие! Спрашивала женщина Не поздно ли заниматься антиквариатом в каком-то определенном возрасте? Конечно же нет У нас был дедушка на барахолке Царство Небесное, его уже нету Он уже прям засыпал, сидя с палочкой Кто на коляске, кто на костылях Кто в возрасте 75+, Это вечный бизнес Но я всегда говорю Самое главное, развитие Если не будет развития А это очень часто происходит Как дополнительный заработок Ну, я не совсем понимаю это движение Должно быть, понимаете как Должно быть постоянное обновление товара Если его не будет Вы будете Как вот у нас на базарах Люди стоят Неделю, две, три Обновок нет И с одним и тем же товаром Вот вчера иду И мужчина говорит Вот у меня вчера почин 20 гривен То есть если вы хотите зарабатывать 1000 плюс в день Или 20 гривен Вот это разные вещи И очень многие люди думают Ну, сейчас я позанимаюсь Ну, к примеру Куплю шерстяные носки 20 пар Или как вот мой дружбан Купил Для телефонов Чехлы 100 штук И все А я сказал Что нужно Постоянное развитие Нужно Нужно не 100 штук А 10 тысяч штук Тогда будет прикуп Нужно не 10 носков Или клубков нитки Вот вы купили на перепродажу А 1000 штук Тогда будет результат И как только вы продали Должна быть следующая единица Закрыта Иначе ничего не будет Вот иду В киоске Шаурма Шаурма продается До самого последнего Кусочка То есть вот он Эта шаурма крутится Там уже остается Одна железка И они ее пилят Будет у такой шаурмы Прибыль Шаурмичной Конечно же нет Шаурма должна быть Как и любой Бизнес Должна рядом Еще одна крутится Чтоб люди видели Я хочу свежую Не ту, которая уже Целый день на вертеле Крутится Уже до вечера Она уже там Уже не шаурма Уже там Не понятно Что с ней Люди хотят видеть Свежий Интересный Продукт И здесь То же самое Вот я все Не могу достучаться До людей Вот они Я говорю Вот он купит И стоит С ним Я уже приводил Пример Вот у меня была У меня была Одна машина Две, три Потом уже Пять, семь Когда у тебя будет Пятнадцать Вот это уже Отлично А что ты хочешь С двух машин Что ты хочешь С них получить Да ничего Ты не получишь Потому что Одна ломается Одна зависла В итоге Зависли две Все Ты прикручен По рукам и ногам Когда у тебя Будет ассортимент Ты можешь Одну машину Продал Перекрылся И так далее И тому подобное И здесь Все то же самое Запчасти Вот у меня Люди занимаются Купили Десять единиц И сидят Ковыряются В носу А у нас Ничего не покупают Ну правильно Потому что Есть гладиаторы Типа нас Которые занимаются Мегатоннами Они вас уничтожают Сумасшедший Гемпинг рынка Сумасшедшее Разнообразие Товара И любого Это не вас Велосипедные Запчасти Для Скутеров И так далее Ну вот смотрите Вот вы купили Двадцать Аккумуляторов А у человека Тысяча Ну вот скажите У кого будет прибыль У вас Или у него Ну конечно же Он вас перебивает По всем рамкам По всем И вы не можете Ему Ну никак Абсолютно Противостоять Потому что У него есть Разные цвета И в этом деле Тоже Там какая-то Амперность Разные фирмы Еще 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 Какой-то Момент А вы У вас Двадцать А у него Тысяча И все время Я людям говорю Расширяйтесь Расширяйтесь Занимайтесь Не слышат Не слышат Вот у них Все Столик С двадцатью Видами товаров И вот они стоят Каждый день Месяц Два Три Сколько прибыль Пятьдесят гривен В день Сто гривен В день Вы серьезно? Эна забыл Друзья Вот такой ножичек Купил Классный И тут же Его продал Нашему другу Заработал Нормально Денюшек Если своих Не обманешь Смотрите Уже прячет Портфель Зарабатывает На мне Нехороший Человек Имя его Имя Я озвучу Позже Один килограмм Монет СССР Такие монетки Только 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 Их Купил Есть у меня Люди Их покупают Очень интересная Брошь Муха Скань В очень Классном Состоянии Ну а вообще Ребята Барахолка Мертвая Нож Купил Продал Сразу Вот Это Муха И Килограмм Монет Все Ничего Страшного Вчера Зато Бинго Было Каждый День Не Может Быть